На содержание надземных и подземных переходов требуется 25 миллионов рублей. В муниципальной казне на ремонт и уборку предусмотрена лишь пятая часть от этой суммы. Антивандальные мероприятия, а также контроль за имуществом в пешеходных переходах обсуждались на заседании комитета Хабаровской думы. Мы их выставим отдельно на аукцион и посмотрим, что получится. Это на 2017 год? На 2017 год, да, да. Чтобы не было, что муниципалы содержат плохо, а участники будут содержать лучше, мы посмотрим. Снизить расходы на содержание подземных и надземных переходов, по мнению специалистов, позволит установка видеонаблюдения и размещение пункта круглосуточной охраны. Сегодня эти функции добровольно выполняют продавцы в киосках. У нас есть кнопка охраны, и мы называем охрану. В случае чего, все-таки выходим, договорим с населением. В городе работают 11 подземных и надземных переходов. Вопрос о строительстве еще одного виадуга на улице Краснореченской в районе Института культуры рассматривался на городском комитете. В прошлом году дорожники расширили магистраль, а зебру перенесли ближе к улице Путевой. Переход находится там, где останавливается автобус, а следующий переход находится на судоверху. А сколько между двумя пешеходными переходами по СНИПам должно быть расстояние? Не знаете? А вы посмотрите. Вот в центре какое расстояние между переходами и какое здесь? Вместо того, чтобы пройти лишние 150 метров, взрослые дети-старики сознательно подвергают свою жизнь риску. Жители района требуют вернуть зебру на привычное для них место. Смысл ваших всех заявлений? Вы предлагаете грубо нарушить правила проектирования и существующего и действующего законодательства? Да кто проектировал, он должен был приехать и посмотреть. Люди входят в нервную психотерапию, им никак не докажут, что уже тут нет пешеходов. Проект прошел экспертизу. Благоустройство тротуара от остановки Института культуры через трамвайные пути также стало поводом для обсуждения. Депутаты и дорожники примут решение по данному участку, побывав на месте уже в ближайшее время. Мария Наги, Дмитрий Патуша, Хабаровская студия телевидения.